Модульная сетка Модульная сетка — это в первую очередь пропорция, ритм. Мы говорим о типографической модульной сетке. Значит, она связана с типографикой. А типографика, в первую очередь, — это бейслайн, пайка. Понимаете? Вот это базовая линия. Неважно, какая она. Это вот тот самый основной ритм. Соответственно, модуль тоже должен на нее опираться. В типографической модульной сетке принято между модулями еще давать средник. Не обязательно давать средник между каждым модулем. Можно давать средник между двумя модулями. Но этот средник тоже должен пропорционально соответствовать пайке. Пайка может быть 12 пунктов, может быть чуть больше, может быть меньше. Я называю пайкой не пика именно 12 пунктов, а именно эту линию бейслайн. Мы видим вот здесь вот этот модуль, который делится. Мы видим, он делится на определенное количество пайк так, соответственно, определенное количество пайк так, средник так. Мы делаем композицию. Она, во-первых, жестко пропорционирована. Здесь все делится пополам. Это одна четвёртая, это две четвёртые и так далее. То есть мы можем знать, что и пустое пространство, и сами части, они находятся друг с другом в простой гармонической пропорции. Один к двум, два к трём. Октава, квинта, доминанта. То есть простой вот такой хроматический ряд. У сетки есть ещё одна задача. Это структурировать типографику. То есть правильно её подать, правильно её разбить. Мы видим здесь тоже квадратную модульную сетку, но при этом у нас здесь средник идёт через каждые два модуля. И у нас здесь строится вот такая вот композиция. Сетку на вооружение как основной канон приняли модернисты уже после Второй мировой войны. Она развилась, и она появилась уже в международном стиле в типографике, то, что называется швейцарский стиль. Обратите, кстати, внимание, вот тут нет прописных даже в именах собственных. Видите? Это уже некая поза. Это человек уже как модернист, но он уже модернист, который сделал некий стилистический вывод из модернизма и использует это уже как стилистическую составляющую. Никаких прописных даже в этих самых. Вот ещё Вин Кромвелл. Видите, вот такой вот очень интересный плакат. Тоже лист смодулирован. Всего два-три цвета, гельветика и чёткая подача материала. Всё очень структурировано. Это уже Йозеф Миллой Брокман. У него очень такой, очень плоский подход к сетке. Понимаете? То есть он считает, что нужно выделять модуль. Он там прямо-таки пишет, если вы обтравливаете что-то, ставьте это на плашку размером с модуль. Должно быть модуль, два модуля, три модуля. Должно это всё быть. Сейчас, в принципе, вот эти направляющие сетки мы понимаем как линии выравнивания. Всё должно по ним равняться. Мы должны их подчёркивать. Как, например, вот здесь. Вот она, наша линия выравнивания. Видите? Но не обязательно совершенно этот модуль вот так вот соблюдать. Сетка ещё помогает выстроить систему. То есть тут мы уже с сетки переходим на понятие макет. Сетка — это модуляция листа, разлиновка. Макет — это сценарий, использовались сетки. То есть мы по сетке придумываем определённый сценарий и делаем по ней вот такую вот серию плакатов. Или вот, например, серия обложек. Видите? Сама идея модулирования листа не новая. Это 1934 год. Студия Багери, оплот модернизма на Апенинах в Италии, делала вот такой каталог «Аливети». Видите? То есть лист тоже чётко модулирован. Но, естественно, Макс Билл — это тот человек, который начал первой системно применять сетку именно там, где и место, то есть в многостраничниках, в многостраничной полосе издания. Мы видим здесь очень простую сетку 3х3. Видите? Или вот издательство, он был ректором в Ульме, школа формообразования в Ульме. В принципе, как раз из Ульмы, из Базеля пошло то, что называется швейцарским стилем в типографике, международным стилем в типографике. Вот она простая сетка, вот обычный модуль. Видите? И мы видим здесь то, что ещё называется швейцарский флаг. Обратите внимание, абзация — это не абзацный отступ, а абзацная отбивка. Никакого абзацного отступа. Эта линия прямая, а это рваная. Тоже вот модуль. Видите? А это модульная сетка, которую сделал Массиму Виньеле в 1970 году. Шестиколонник. В принципе, это 12-ти колонник. 12-ти колонник очень удобен тем, что его можно делить сразу на 2 колонки, на 4 колонки, на 3 колонки, и по нему можно строить сценарии. То есть какую-то часть журнала мы ставим 3-х колонникам, какую-то часть журнала 2-х колонникам и так далее. А это вот Эмиль Рудер. Это хозяин как раз, плохо видно, хозяин, ректор. Ректор школы типографики в Базеле. Он тоже очень любил вот такую изысканную типографику. Посмотрите, как он работает с воздухом. Видите? Квадрат, квадрат. Четкая линия выравнивания, четкая линия выравнивания. Все очень минкромал Армин Хоффман. В 50-х, в 60-х годах вот этот модернизм, швейцарский стиль, все, что считалось его достоинством, а его достоинство, потому что это международный стиль, он независим ни от каких национальных окрасов и так далее, стали вменять ему вину. То есть это стало его проблемой. Появилось то, что называется новой волной. Новой волны или еще называют это швейцарским панком. Чтобы вы понимали, швейцарский панк – это швейцарец, у которого немножечко очки набекли. То есть это ученики тех самых швейцарцев, которые продолжали работать только так же, но они пытались добавить немного цвета, немного красок, немного яркости. Это вот Адермат и Тисси. Сладкая парочка, двое, супруг и жена, которые постоянно работали вместе. Вот посмотрите их верстка. То есть если бы не этот цвет, это был бы обычный какой-нибудь швейцарский плакат. Но обратите внимание, они делают плашки, что бы себе не позволил ни один швейцарец. Они это все выключают сюда. Они как бы стараются добавить немного жизни. Они еще делают все это одним шрифтом, минимум цветов, но при этом воздух, видите, и вот такая яркость. Или вот такая, например, работа такая, видите? Или Вернер Джеккер, 1988 год. Один из моих любимых типографов того времени – это Вилл Кунц. это его одна из ранних работ 1986 года. Обратите внимание, те же плашки, та же сетка в основе, но при этом это намного более, как-то сказать, ну не эпатажно, а более вызывающе сделано. То есть тут слишком много воздуха, тут вот там вот наверху вот эта штука, которой швейцарец бы себе не позволил. Или посмотрите на эти работы. У Вилла Кунца, кстати, есть такая система, он любит сделать одну сетку по ней одну верстку, вторую сетку по ней вторую верстку, потом разжать друг на друга и еще одну сетку повернуть. И вот, посмотри, что получится. Вот такая штука. А это Вилл Кунц 1985 года, обложки для колледжа архитектурного в Калифорнии. То есть мы видим здесь опять швейцарский флаг, линии выравнивания, но здесь достаточно воздуха, здесь есть графические элементы, здесь есть необычные вот такие графические ходы. Одна из таких вот студий, ярких представителей швейцарского панка, это студия «Октава» 1984 года, вот их работа. Видите, то есть вот эти вот плашечки опять, или вот 1986 года. То есть мы видим здесь уже они работают формой, контурформой и уже допускают вот то, что в принципе в дальнейшем уже приводит в некий деструктаж типографики, и мы уже плавно переходим в постмодернизм. Тоже вот «Октава» 1987 года, обратите внимание. Причем обратите внимание, как у них очень интересно подана форма. Видите, то есть вот он квадрат. Раз, видите, два, три. Швейцарский флаг, но текст как бы стыдливого туда, вот так вот. Причем рядом с этой фотографией я очень люблю показывать вот это. Келк Гешнер 1957 года. Видите, и он тоже вот так вот накладывает формы, контурформы, и все вот так вот рубит в капусту. «Октава» они издавали журнал, эта студия, которая так и называлась «Октава». Журнал этот выходил нерегулярно. Он мог выходить раз в два месяца, раз в три месяца и так далее. Но этот журнал каждый был посвящен какой-то теме в дизайне, был соответственно сверстан, и был очень интересен как по содержанию, так и по верстке. Вот это в 88-й год журнал, естественно, посвящен конструктивизму и модернизму, как вы видите. По этому журналу можно, кстати, увидеть в веке развития, именно как постепенно швейцарский фанк становится именно постмодернистским. Вот посмотрите на разворот 1989 года. Видите, это уже, можно сказать, большой город Остромецкого. Но по сути мы видим, как они ломают ритм колонки, а это в принципе ритм чтения. Как у них колонка вся выключена вправо, но вся композиция влево, но композиция выключена вправо. Видите, как много воздуха и так далее. А это уже октава 1890 года. В 1990-х годах пришел компьютер. Понимаете, да? То есть все эти компьютерные эффекты, для них это было открытие, очарование. Они просто очень-очень-очень все это любили. Опять-таки, если бы не вот эти компьютерные шрифты, компьютерные эффекты, вот это вот как бы то самое, это в принципе опять обычная швейцарская верстка. Видите? Это флюкс-фестиваль. Или вот, например, посмотрите. То есть просто обычный набранный текст, но вот так вот сверстный. Сам дадаизм тоже не ушел со сцены. Дадаизм превратился в группу флюксус. Группу флюксус за типографику, группу флюксус отверчал Джордж Маккунас. Это 1962 года. Причем обратите внимание, сам-то он модернист. Он верстает текст и делает вот здесь вот мясо. Видите? Или вот, например, тот же самый мистер Гридник, Вин Кромвелл, оказывается, он позволял себе и такое. Но при этом опять он разделил лист напополам, дал много воздуха, а сюда сделал вот такое вот. Это для него картинка, понимаете? То есть мы уже относимся к тексту как к некой картинке, а не какой-то информации. Вообще вот эстетика типографического брака, можно сказать, она вот как раз в конце 60-х тоже начала восприниматься на ура. Я не помню, кто-то в Фейсбуке мне написал, что если напечатали плохо, то это хорошо. Или вот, посмотрите. Это Фред Толлер 75-го года, а это Давид Пеймонт 63-го. Видите? Это тот же самый Карл Гешнер. Причем я хочу вам сказать, что Карл Гешнер тот человек, который сделал логотип Swiss Airlines. То есть вот этот вот крестик. Это модернист от мозга до костей. Это его книжка «Нахт Европа», но это титунный лист, который известен, а это задний титунный лист, который в принципе известен меньше, но мне нравится намного больше, потому что посмотрите, что он себе позволил сделать с буквами. Вот такая вот, можно сказать, деструктивная типографика, а это еще 57-й год. В 64-м году выходит вот такая вот экспрессивная, вот такая набранная книжка, называется «Болт Сопрано», «Жирная-жирная сопрано». Вот так вот экспрессивно сверстан. Видите? Совершенно дадаистский вот такой подход к верстке. А это Герб Любалин. Это его реклама CBS Radio. Это он сделал радиошум, типографический радиошум, то есть некоторые лиды сводки новостей, которые он набрал вот так вот шумной текстурой, можно сказать, фактурой. То есть вот такой вот подход к верстке. А в конце 60-х годов даже появился такой искусство, такой литризм. То есть брать буквы, нарезать их в капусту и делать из них что-то. Причем очень интересно, действительно, у букв есть то, что называется архитектурный код. То есть если мы возьмем Бадани, нарежем его в капусту и склеим что-то, и если мы возьмем Футуру, нарежем в капусту и склеим что-то, и возьмем Гильветику, нарежем в капусту и склеим что-то, мы всегда узнаем, Это было Бадони, это было Футура, это было Гильветика. Если вы будете гулять вокруг Колизеума в Риме, вы вдруг начнёте встречать части Колизеума в соседних римских домах. Потому что Колизеум какое-то время был каменоломней. Ты идёшь и вдруг видишь кусок каменоломней. Вот в шрифтах, в принципе, то же самое. Это вот Фердинанд Криветов, вот такая вот элитрийская композиция, деструктивная очень. А это из Эмилия Рудер, типографика, это скан из книжки Эмилия Рудера. Дмитрий Аронов недавно переиздал, кто не купил, обязательно прямо сейчас книжный покупать. Это он показывает, как можно передать смятую фактуру типографикой. Видите? То есть типографика уже стала неким художественным изобразительным фактором. Фактура, текстура, форма, контурформа, линия. Мы уже говорим о типографике чисто изобразительной, без смысла. Это вот Карл Андре, как раз тот самый, который резал буквы, это его ещё одно искусство печатной машинки. 1969 года. А это типографическая композиция Вольгана Бейхарда, 1962 года. Вейхард сменил Эмилия Рудера на посту ректора в Базеле. В принципе, сам считал его продолжителем, но позволял себе вот такие уже вещи делать. Видите? Это типографический вестник времён Вольгана Бейхарда. То есть, это уже типографика не для чтения, никоим образом. Чтобы её прочесть, нужно постараться. Это Макс Кисман. Посмотрите, что постмодернист может сделать с гильветикой. Кстати, совершенно недавно он выложил у себя в Инстаграме полный, так сказать, весь этот каталог. Это каталог шрифтов. Эта страница посвящена гильветике. Но мы видим здесь совершенно фактура, текстура и так далее. А это Макс Кисман. Этот плакат представляет его шрифт. Постмодернистский шрифт называется «Макс Микс Ван». Причём, когда я вижу этот плакат, я всегда вспоминаю вот этот плакат Кирио Зданевича, 1921 года. То есть, в принципе, это прямо вот такое наследие постмодернизма. Экспрессивная, нелинейная, деструктивная типографика. «Амиго» — это журнал 1988 года, который издавала Зюзанна Лучко и Руби Вандерландс. Журнал, в принципе, сопровождал студию типографическую шрифтов, которая занималась экспериментальными постмодернистскими шрифтами. Естественно, для показа этих экспериментальных постмодернистских шрифтов нужен был экспериментальный постмодернистский журнал. Причём журнал писал действительно интересные умные вещи. Но верстались они вот так. Или вот так. Использовался совершенно нечитаемый шрифтами игры, делал совершенно нечитаемая верстка. И при этом они как бы играют с тобой в такое «а слабо прочесть? А ты достаточно умён?» То есть, в принципе, тот же игрок, который играли дадаисты в свою заумь. То есть, они как бы на любителя. То есть, вот есть люди, которые любят заумную поэзию, заумную музыку, заумные журналы. Если ты интеллигент, ты должен это почесть. А если ты это прочтёшь, ты действительно получишь какой-то интересный материал. Это действительно было фактом. Или вот так было свёрстано, видите? Или вот так. То есть, нужно было через всё это продираться. Или вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok